Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пользовалась ли мать этим временем правильно? И что делать, если новый опекун совсем не хочет отдавать ребенка обратно? Сложные вопросы ты задаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ На этих кадрах 35-летняя Елена Лопаткина. Она инвалид первой группы и мама 4-летнего Артема, которого вот уже 2 месяца воспитывает ее бывшая свекровь. Я попросила свекровь взять сына на ночь, она обратилась в органопейки и дали его воспитывать. Бывшая свекровь Елена Нина Токарева считает, что именно она должна воспитывать своего внука, так как с родной матерью он может погибнуть. Артема я больше никогда лень не отдам. Она пьет, ребенок беспризорный ходит, грязный, голодный. Но мать Елены считает, что Нина Петровна специально обратилась в органы опеки, чтобы отобрать Артема у родной матери. Ведь после смерти сына ей неком заботиться. Пожалуйста, помогите. Верните мать или дитя. Сегодня мы попытаемся понять, почему у матери инвалида забрали ребенка, зачем бабушка лишила внука родной мамы и с кем лучше 4-летнему Артему. Прежде чем пригласить главную героиню в эту студию, я хочу, чтобы вы посмотрели сюжет. Именно он сможет объяснить, что же случилось в жизни 35-летней Елены. Я ей отдала, ну как, разрешила ребенка взять. Я спокойной душой думала, он у бабушки. Кто-то звонит мне, говорит, его опека забрала и приют отдала. Мне не дает ни общаться, ничего с дитем. Видите, я ездить сами, видите, не могу сама. А это я и не думала, что она поступит так, на дитет чувствах будет играть. Ну зачем грязью меня обливать везде, всюду. Я бедная, я вообще меня опустила, я алкашка. У нее сын из знака трубилет, она молчит. Вот после, как ее сын умер, он ничего. Она конкретно за меня взялась, кажется, как мой сын умер, а эта инвалидка живет. Не дает мне ребенка из того, что я инвалидка. Не дает общаться даже по телефону. До этого говорила ребенок. Спрашивала бабу, когда приедет. А кто ж не стал после дирана. Давайте позовем Елену Лопаткину в нашу студию. Давайте я вам помогу просто. Отпустите руки, пожалуйста. Елен, здравствуйте. Ну вы слышали все, что я говорила за лунное время бабушки. Она позвонила в опеку. Давайте по порядку. Что случилось и почему бабушка позвонила в опеку? Что ее заставило позвонить? Ничего. Ко мне должны были врачи приехать в эту группу делать. Я ее просила, говорю, возьми пока ребенка. И дальше что случилось? Все, я ее просила до утра. Я говорю, на следующий день привези. Она говорит, хорошо. Звоню. Она трубку не взяла. Звон следом опека. И так грубо, и тычет мне. Я говорю, она ребенка тебе не отдаст. Я говорю, по какому праву? Кто, говорю, так лишил? Я. Я говорю, а вы кто? Говорю, вообще-то это суд реша. Ну иди в суд обращайся и все. Суд-то был. Вас лишили родительских прав? Нет, я не лишена, не ограничена. Вот так даже? Да. Давайте мы посмотрим, как ваша свекровь Нина Петровна вспоминает тот самый день, когда ребенка забрали. В тот день, когда Лена попросила меня, чтобы я забрала Артема, она мне позвонила и говорит, тетя Нина, возьми Артема на сутки. А я говорю, а в чем дело? Она мне ничего не сказала. Ну, не хочешь, я тебя отправлю на такси. Посажу, и он приедет. Я говорю, нет, ни в коем случае. Нельзя так. Я одеваюсь, я сейчас еду. Приезжаю, она сидела на койке, ну, пьяна она была. Ребенок беспризорный ходит, грязный, голодный. Я говорю, давай быстренько мы соберемся. И все, я там кое-что вот схватила, так вот, что, и вот умыла его. И ушли мы. Приехали с ним сюда, домой я его привезла. Ну, и он у меня переночевал, вот, покушали. Потом опека мне позвонила и говорит, Артем, у вас их, да, он у меня, привезите его к нам. Приехали туда, они мне советуют отдать его в приют. Вот. Но я не соглашалась. Ну, отдала. А почему вы со своей мамой не оставили Артема-то? Ну, она дальше жила, я думаю, ну как, на один день. Моя мама ходила как раз по врачам, группу мне оформляла. Скажите мне, пожалуйста, Артем-то от кого у вас? От ее сына, вот от округа. А вы не были женаты официально? Нет. А что с ним случилось с вашим? Убили его. Его убили? Из-за чего его убили? Слухи идут, он же наркоман был. Слухи идут, долги с наркотиками. А вы в таком вот состоянии давно находитесь в коляске? В коляске где-то с полгода. Что с вами случилось? Ну, я думаю, что на нервной почве. Из-за чего? Ну, вот когда я родила, до этого переваливалась, ну, я торговала, думала из-за тяжелого подъема. Как мужа-то звали? Анатолий. Анатолий. Когда Анатолий ты был жив, он вам помогал, он ухаживал за ребенком? Он не работал нигде. А он хоть вписан отцом в свидетельство о рождении? То есть у вас ребенок и с папой, и с мамой, да, он вписан? Он его на себя оформил, отец. Если он не работал нигде, если он наркоман, зачем вы с ним сошлись, да еще и ребенка от него родили? Когда я с ним, во-первых, я не собиралась с семьей вставать, так, как постричались и все. Я не могла долго забеременеть. А когда уже узнала, мне врачи говорили, сделай аборт. Мне врачи как, ты сейчас сделай, а потом болечь ты и вроде еще забеременеешь. Я говорю, а если не получится, я буду рожать. Что будет, то и будет. А на ты думаешь, что можешь не встать. Я говорю, пускай. Лена, вы сейчас живете где? Сейчас с матерью в Хаперском. Это и материн дом? Ну как отцов, отецов. Ну понятно, вы вдвоем там живете с мамой. Давайте глянем, как вы живете. Здесь кухня, это умывальник, посудница. Все есть для жизни, микроволновка. Все есть, такой холодильник, газ. Все, только вот водопровода пока нет. Ну, приедет, все будет как нормально. Да, сейчас пенсию будут платить, будет лучше еще, обустраивать все будем. Всегда покупал, в первую очередь, денежки получал. Всегда Артем, кобветы, печеньки. И сладкую, он сгущенку любит. Кобветы, он больше крамельки любит, такие вот желейные. Варишь там Артем, вот спать, с чем макарон, за котлетка, за подливка. Я буду с сахаром, вот откладываю ему специально немножко и сахаром делаю. Здесь вот зал, его вон мягкие кружки, машинка. Вон где телевизор стоит. Сейчас пойдем в спальню. Здесь вот Артем. Будет тут вот труба лопнула, на время вынесли пока кровать. Тут он будет спать, обои поклеим новые. Помогите, пожалуйста, вернуйте ребенка. Нам его очень не хватает, этого звоночка маленького. Будьте добры, помогите, обращаемся к вам. Слушайте, я ничего не понимаю. Первое, что я не понимаю. Лена, объясните, пожалуйста, что заставило органы опеки забрать у вас ребенка? Я сама не понимаю. Они вам объяснили? Нет. Ничего не сказали? Да вот упираются то, что я инвалидка. Нет, но из-за этого быть не может никак. Опека забрала ребенка и отдала его в приют. Из приюта его забрала ваша свекровь. Они ей его отдали. А свекровь не дает видеться с Артемкой. Я в приюте был. Мама моя ходила в прокуратуру. Ей сказали относить заявление, чтобы вернули дитя в семью. Она отнесла ее в приют, в опеку. Тут же позвонили. Тогарь, вычетнение. На следующий день она приехала и взяла дитя. А нам отказали. Лен, вы пьете? Нет. Совсем не пьете? Леткой, ну раз в полгода если. А вот свекровь ваша сказала, что когда она приехала забирать Артемку, вы были пьяны. Это правда или нет? Я знаю, она лучше ничего не скажет. Давайте мы вот что сделаем. Бабушка, которая воспитывает сейчас Артемку, 4-летнюю, Нину Петровну Токарева, она в нашей студии. Давайте ее пригласим сюда. Я хочу у Лены спросить. Здравствуйте. Лена, а вот я сейчас сама это глядел по телевизору. Это ведь дом не твой. У тебя газа нету. Да вы что? У тебя печное отопление, Лена. Ну а тут ты видел? А чей это дом? Это на дом соседей, потому что они проживают, бывает там зимой, там шнегаза нет, и они к соседям идут жить. Лен, а вы почему нам чужой дом-то показали? Это не чужой дом. А чей это дом? Крестный, крестный, него делает. А вы там на каких правах живете? Ну жили, как ватеранты. Вот я Лене задавал вопросы, она как-то ответила на них однозначно. Она не лишена родительских прав, верно ведь? Да. Она ограничена в правах? Ограничена. Судом? Подождите, 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 Лена, подождите. Судом? Вы знаете, вот, вот, прям вот неделю назад была, в общем, нас вызывали. Лена писала заявление на опеку. Что за заявление? Что за заявление, что, ну, она хотела, чтобы видела ребенка. Каким образом ребенок оказался в приюте? Лена мне сама позвонила. Тетя Нина, возьми, в общем, Артема на сутки. Я говорю, Лена, а в чем дело? Она говорит, ну, ну, возьми. Ну, или сейчас я на такси его посажу. Я говорю, нет, нет. А вы далеко живете? Ну, не так далеко. Она жила на квартире. Вот. На такси сколько ехать? Ну, минут, может, 10 ехать. А сколько мальчику лет? 4 годика. Я прям быстренько оделась и позвонила подруге Оле, вот ее подружка. Заходим во двор. Соседи на нас бросились, что вы забирайте ее отсюда. Она нам здесь не нужна. Или мы ее выбросим сейчас. Пьет, ребенок беспризорный ходит. Я ее забрала. Вот. На следующий день... А вы Лену-то видели, когда забирали ребенка? Видела, видела. В каком у нас состоянии была? Ну, выпившена была. Прямо довольно-таки хорошо. Когда мы пришли... Пьяная была. Не выпивши, а пьяная. Пьяная. Да. Когда я пришла туда, а мне Артем, он так говорит, менты были. Я говорю, ну, давай быстренько, быстренько, давай собираться. Ну, мы собрались, уехали. А после нас, оказывается, были ПДН и опека. Вот. И опека мне звонит. Приезжайте к нам. Мы приехали с ним в опеку. Ну, они мне стали говорить, советовать, что мы были вот там у Лены, что она была пьяная. И давать его в приют. Я говорю, ой, ну не надо в приют-то. Жалко, вроде бы. А это необходимо. Я к Артему ходила, посещала его каждый день. Можно сказать, каждый день посещала. И бабушка ходила. Ну, бабушка-то реже ходила. И? Он меня зовет баба Ниной, а то бабушка, вроде как-то родная бабушка. А я баба Нина. Понятно. Баба Нина. Вы мне ответите на вопрос, как он опять в УАСТе оказался? А потом мне с органов опеки позвонили. Можете Артема забирать. Вот. Подождите, суд... И что, значит, можете забирать? Подождите, суд-то был или нет? Не был никакого суда. По решению опеки... И у них есть такое право. До суда, до разбирательств, и поэтому... Забрать, да. Но отдать другому человеку. Вот это для меня странно. Мне кажется, здесь какое-то искажение информации. Или нам что-то недоговариваем. Вот я про это и говорю. Нина Петровна, так объясните мне, пожалуйста. Вот в бумаге, которую вам дали в органах опеки, там что написано? Лен, подождите секунду. Ну, что я опеку, я вот настоящий... Чьим решением это было сделано? Ой, ну это надо взять бумажки. Редакторы, принесите бумаги, пожалуйста, а то мы вообще ничего не понимаем. Мне кажется, это просто происки свекрови. Она заявление сделала, поэтому и милиция ездила, потом и опека ездила. Я ничего не заявляла. А так просто они бы про вас не узнали, вы меня извините. Да, и телефон откуда они вас знали. Нина, а вы получаете какие-то денежные средства? Что значит происки? Она ребенка кормит, одевает, обувает, за ним заботится и происки. Вы понимаете, я ребенок... А с того, что на эту семью обратили внимание, вот в этом ее происке? Понимаете, не надо. Вот я ребеночка взяла почти голенького. У него до сих пор мама ничего ему не купила. Я его оформила в садик, я ему все купила. Я одела. То есть все-таки... Потому что я знаю, что ребенка там плохо. В тех бумагах, которые вот вам принесли в студию, там это ответ на ваше заявление. То есть вы все-таки писали заявление или нет? Нет, я заявление писала. Александр... Надо отбираться, вы его писали. Александр, комментарий. Подождите, подождите, друзья. Здесь на самом деле два решения. Первое решение говорится о том, что вначале назначить предварительную опеку над несовершеннолетним, это произошло в августе месяце этого года. И здесь говорится о том, что несовершеннолетний Артем, оставшийся без попечения родителей. Вот здесь так написано. А второе решение назначается окончательно опека и... По заявлению. Да, по заявлению Нины Петровны Токаревой. И... Может, официально. В связи с тем, тут объясняется так. В связи с тем, что мать несовершеннолетнего Лопаткина Елена Викторовна совместно с ребенком не проживает, а отец умер. И поэтому назначить Нину Петровну Токареву опекуном. То есть вы официально назначены 21 сентября 2015 года. Если вы хотите вернуть ребенка, вам придется судиться с ней. Давайте глянем, как живет сейчас бабушка и внук. Утром пьем чай. Позавтракаем. И пойдем в садик. Тем, иди чай пить. Чай готов. С сахаром будешь? Вот, молодец. Когда в садик прихожу за ним, все уже. Тогда он бежит, вот, как с такими руками, встречает меня и прыгает на меня. Где у нас игрушки? Вот у нас игрушки, да? Сумку он мне попросил. Он что просит? Я им даю старенькую сумочку. Баблин, дай мне. Я нашла старенькую сумочку. Вот он туда складывает игрушки. Спит вот на диване он у меня. Он спит один. Вот. Мы с ним раскладываем диван. Вот. Он мне помогает, мне разрешает. Мне одной, чтобы с ним вместе. Вот. Как мы с тобой делаем? Как? Диванчик. Так, раз. Раз. Вот так вот. Вот, молодец. Спасибо, Артем. Я считаю, что он похож на моего сына. Вот. Форма головки, волосики, носик. Вот. Носик. И разрез глаз. Это огромная радость. Не то слово. Никому я не отдам. Никому. Инна Петровна, вы сказали, что... Нашим редакторам. Вы сказали, что одна из причин еще, которая могла быть, как вы предполагаете, это та, что Лена ВИЧ-инфицирована. Правильно ведь? Да. Лена, это правда? Я не знаю. Врач так сказал. Я думаю, нет. Подождите. Когда вам врач сказал, что вы ВИЧ-инфицированы? Я не помню уже. Ну, во время беременности, до беременности. Наверное, во время беременности. Во время беременности. Вы сдавали анализы, правильно? Все беременные издают этот анализ. И вам врачи поставили диагноз, да? А Артем родился здоровым. А почему вы сейчас сказали, что вы молчите про своего сына? Что вы хотите, чтобы она сказала сейчас про сына, Нина Петровна? Как, что, он не больной был чуть не... Так это он вас заразил? Чего ты глядишь на меня? Так кто заразил? Вы знали, что сын у вас наркоман, нет? Никакого не наркомана. Он мне сдавал анализы. Вызывали, они сказали, что он наркоман. А как он умер? Как он умер, шел домой. Я вот до сих пор не знаю, кто его стукнул по голове. А он вообще работал? Работал он, когда была работа. А Нина говорит, не работал. Работал. Почему он не работал? Как, когда? Ну, трудовая книжка же у него есть. Купольная, чуть не на потовой. И работал. Когда не работал, если у нас такой маленький... Ну, друзья мои, высокие отношения. Сейчас посмотрим видео, поскольку у Артемки есть и вторая бабушка, которую он бабушкой просто называет. Давайте посмотрим, как она вспоминает те дни, когда Артемка жил с ними. Глянем. Вот обычно я только что, зашевелюсь, он если там играется, он бежит. Баба, ты чё? Около меня тут настолько облокотится, я чё-нибудь там делаю. Только говорю, Артюш, осторожно, аккуратненько. А ты чё, баба, будешь варить? Я говорю, да вот щи сейчас варю. Будешь мне он? Дай, буду морковку помогать чистить. То скажешь, лучок дай. Я говорю, щипать глазки будет больно. Всё со мной помогает. То оладушки затеюсь, когда печь, он тоже любит очень. Приходовили вот всё тут, как это случилось, не до этого. Обойки вот приготовили, там комнатку, чтобы получше сделать. Я туда игрушечки, балетники. Он всё летом бегал на хампер, вон и кружочек. И креслица его вот заждалась. Автомобиль, вон они, его свет, у меня внучка старшая. Ездит с ними. Катают везде и так ездит. Вот он всё, как и кружочек его плавательный. Всё вот осталось, а его нет. Валентина Лопаткина тоже в нашей студии. Давайте позовём её сюда. Валентина, идите к нам, пожалуйста. Да вы не убегайте, не убегайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте всем. Здравствуй, Нина. Ты что здесь на мою дочь всякую грязь льёшь? Я ничего не делаю. Обманщица. Я абсолютно. Ты что там наделала вместе с опекой? Я ничего не делаю. А теперь сидишь всё здесь, всё провоцируешь против нас? Я ничего не делаю. Это о каких болезнях ты говоришь, когда твоё сына проверяли? У моей дочери ничего не подтвердилось. Ребёнок здоров. А у меня подтвердилось? А что ж ты не дала фото, когда он лежал в обнимку со спрецами, а ребёнок крошка с рот дома был? Так, всё. Что ты тебе не дала фотографии? Она, бедняжка, мучилась. Она боролась. А ты наркоту прятала, когда приезжали. Наркоконтроль. Да, всё, всё. В сарае закрывала. Ты мак ему рассаживала. Иди, иди, иди. Ты почему об этом не говоришь? Иди, садись. Мне не надо. А вы нам расскажите. Наркалка бессовестная. А зачем вам это? Женщина, которая кричит, скажите, зачем вам внук это нужен? Садитесь. Извините. Ничего страшного. Потому что он родной, и он с ними жил, ибо жить хочет. Внук нужен любой бабушке. А вот давайте спросим. Ты здесь собираешь. Любой. Бессовестная. Ты почему ты мне как сказала? Мы в окно смотрели машину, а тут ты уже говоришь. Нам позвонили, и я повела. Это ты вызвала опеку. Это ты его отдала. Она, она, я сразу сказала. Это всё от неё идёт. Ты всё подстроила. Валентин, а теперь давайте вы нам спокойно расскажите, что на самом деле произошло. У нас вот с комиссией, вот с врачами происходило, вот. Лена ничего не пьяная, ничего не была. Просто мне некогда. Мы поговорили с ней, что вот с ребёнком-то. Она говорит, мам, ну я тогда чуть не позвоню. А я у меня как сердце чувствовала. Я говорю, Лена, я говорю, как бы хуже не было. Потому что ты видишь, она как относится. Как в руки к ней попадёт. Я говорю, я боюсь за ребёнка. Она, да, ну, мам, вот она общаться вроде хотела. Просила к ней его. Я вроде бы как-то... Ну, отдали, хорошо. А дальше-то что? Потом она мне на другой день звонит по телефону и говорит, мама, Артём забрали в приют. Я ж чуть со мной плохо не стала. Ну я что, тут же... Вы считаете, что это Нина Петровна позвонила? И Артём говорит, в окно глядели, машина приехала и его взяли. А почему органы опеки, когда забрали ребёнка, отдали той бабушке, а не вам? Видимо, всё под строй. Мы ходили неоднократно. Я у них сама этот вопрос вам задавала. Честно, положая руку на сердце. Вы думаете, Артёму где лучше всё-таки? С мамой. А она в состоянии его... Да. Ну, 4 года, вы здесь все люди добрые, все разумные. Поэтому к вам и обратились. Разрешите, наконец-то, вот этот вопрос. Ну как, взять у матери обманным путём? Ну как, она понадеялась на неё? А вы вам ответили в прокуратуре, куда вы обращались? Ответили, что неправоправные меры. То есть сказали, что ребёнка не по закону забрали, да? Нет, даже мне говорят, не отдавать, не передавать ребёнка, ни в коем случае, без каких-то либо. Это вам в прокуратуре там сказали? Первый заместитель, вот прокурора я ходила. Нам явно в этой студии не хватает информации, правда ведь? Не хватает. Не хватает. Подождите, Лена, Лен, подождите. Давайте первую порцию информации мы получим из моего любимого источника от соседей. Давайте глянем. От соседей! Лена мы увидели, когда Толик её сюда привёл, а вот лучше уже беременной. С трудом шла она вот по заборчику, ноги у неё слишком болели. И до родов она несколько раз приходила, уходила, скандалы были ужаснейшие. Как вот мы соседи, мы не советуем её возвращать ребёнка, потому что она не воспитает. Выпивши была сколько раз? Сколько раз я её видела вот такой. И то, что скандально. Скандально. Скандально, это да. А ребёнка, ребёнка, вот месяц он у Нины живёт, был вот такой вот замкнутый был. Он даже слова не говорил, он по имени нас не называл. За неделю он вообще ребёнок другой, он расцвён. Как же она пути в Аспект, когда она не ходит? Подбумала она своей головой. Сюда вот привели её, привели его. Вот она взяла в одних шортиках и всё. А это всё она купила. Та мать, которая выпивает, как она обращается с ним, я не знаю. Орала вовсю. Я вот сижу, как же она, не слышишь что ли? Потом я сел в окно, вот, 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 первое. Я говорю, вот, я говорю, не прекратите, я говорю, сейчас, чтобы орать на него. Я говорю, сейчас пойду в опеку позвоню. И всё, всё прекратилось. Потом уже она недели две потом жила и уехала. Она начала скандалить с Нин Петровной. Нин Петровна кого хочешь выведет. А вообще мне нравятся обе бабушки, вот, честно говоря. А вот к маме у меня такой вопрос. Вам совсем вот противно, что ваш ребёнок с бабой Ниной? Или вот вы считаете, что он с ней получит плохое, не знаю, воспитание, образование, он будет неухожен? Да, это она как мать хочет жить со своим ребёнком. Но это деревичная шишечка. Что она должна что-то считать? Ребёнку нужно нормальное воспитание, он нужно стать нормальным гражданином. А вы как оценили? Мама не станет нормальным. А как вы оценили, может она быть нормальной матерью или нет? Вы сейчас это как? Это вообще история моя, история. Я это испытал на собственной шкуре. Меня мама и бабушка делили. Я жил с бабушкой, а мама меня тянула. Я знаю точно, что ребёнку нужна мама, Нина Петровна. Вы как никто должны осознать, что она больная, хромая, выпивающая, нервная и так далее. Но всё равно ВИЧ-инфицированная. Совершенно верно. Но она всё равно остаётся его матерью. Ей нужно хотя бы по телефону с ней говорить. Говоря о воспитании, я хочу напомнить, что Нина Петровна одного уже воспитала. Нина Петровна, скажите, пожалуйста, Нравится нам это или нет? Ребёнок, вот внук очаровательный, мальчик совершенно. Он вот за этот период времени пока находится у вас, он просит у вас общения с мамой, вот с бабушкой, которая... Нет, не просит. То есть никогда не упоминает? Он говорит, я не хочу с ней говорить. Нина Петровна, давайте не будем лукавить, это же от вас зависит. Вы можете вложить ребёнку дальше. Подождите, вы ударяетесь в эмоции, у вас будет время в них удариться. Я обещал информацию в этой студии, я вам её предоставлю. Только для этого давайте вы сядьте вот на тот диванчик, а вы вот на этот, если вам не трудно. Для чего я это делаю? Я хочу открыть сейчас эту занавеску, и там помимо наших уважаемых экспертов, женщин, есть ещё люди, которые, ну, человек, по крайней мере, да, который прольёт свет на эту тёмную историю. Это как раз специалист отдела опеки и попечительства Управления образования администрации Балашовского муниципального района Елена Колонова. И вместе с ней приехала коллега её, Людмила Пашкина. Давайте её сюда позовём. И откроем занавеску. Здравствуйте, Людмила. Проходите сюда, пожалуйста. Лена. Да. Добрый день. Здравствуйте. Мы запутались здесь окончательно. Расскажите, пожалуйста, профессионально, неторопливо, от начала до конца всю историю вот этой вот семьи. Где-то в середине лета Нина Петровна Токарева обратилась к нам с просьбой помочь ей наладить процесс общения с внуком. Мы отреагировали, выехали, нашли телефон, разыскали. Прояснилась ситуация, что мама, оказывается, у нас не ходит, что ребёнок проживает с мамой в заперти. Соседи все, конечно, тут сголчились, что такая ситуация, что ребёнок вообще не выходит на улицу, непонятно, что он там кушает, на что живёт семья. Я так понимаю, инвалидности ещё тогда не было. Мы даже не знаем, нас в известность не ставят ни мама, ни бабушка, вот мама Лены. Отреагировали, но нас никогда никто не пускал. То есть мы приезжаем, обратились к медикам, чтобы маме помогли оформить как-то, пройти медкомиссию, оформить инвалидность. Но на контакт не идут люди. Пытаемся помочь семье. Ребёнка жалко, Лену жалко. Хотим сохранить семью, пытаемся. Да, спасибо. Ну, никак не получается. Да не было вас, зачем вы это лжёте? Кто лично приезжали к нам, что я дверь не открыла? А Бельгево, я к вам приезжала. То есть вы фиксировали всё это, то, что вам не открыли дверь, там, это всё есть. Медикамый фиксируются все, фиксируют все специалисты, которые с нами выезжают. Хорошо, нет, подождите, а как ситуация пришла к тому, что всё-таки ребёнка забрали в приют? 13 августа поступил сигнал из полиции. И мы с инспектором ОДН выехали. Я ещё была удивлена. Ой, сигнал чего? Что мама пьяная, Лопаткина. От кого сигнал? От свекрови, от свекрови больше нет кого. Сообщил участковый. Участковый случайно мимо проходил, или его всё-таки вызвали туда? Нет, жалоб много, вызывают соседи. Жалоб на тот момент было очень много, но дверь никто не открывал. Выезжали почти каждый день, никто не открывает. Хорошо, да, поступил сигнал из полиции. Дальше что? Мы с инспектором ОДН выехали, но ребёнка уже не было. Мы зашли, дверь была открыта. Она была пьяна? Пьяна, очень сильно пьяна. У нас законом предусмотрено, не помещать ребёнка в таких случаях в государственные учреждения, отдавать, можно передавать родственникам. Подождите, подождите, в каких таких случаях? Насколько я понимаю, забрать ребёнка у матери можно, но отдать другому человеку, даже если это родственник, можно только по решению суда, нет? Нет. Мы передаём наоборот, и этот закон, приоритет, отдаётся родственникам. Елена ограничена в родительских правах? Не лишена родительских прав? Нет. Если она сейчас подаст заявление в органы опеки или обратится в суд, какие шансы у неё вернуть ребёнка к себе? Да стопроцентные практически. Мы не против, чтобы она его забирала, но она не... Но никаких действий со стороны Елены, кроме того, что она с мамой пришла на Первый канал? Никаких. Валентина говорила нам, что она ходила в приют, она навещала своего внука. Мало того, она подала заявление в прокуратуру, и прокуратура ответила ей, что ваши действия незаконны. Незаконны. Это как? Если бы Валентина Александровна написала заявление в прокуратуру, оно бы обязательно спустилось к нам. Но она говорила, что она писала вам заявление, что тоже хотела взять опеку над своим внуком и забрать его себе. Да, она писала. А почему вы отдали... ...нужно собрать целый пакет документов? А Нина Петровна собрала. Вы мне обещали. Подождите. Пока вы не соберёте, мы не будем этот вопрос обещать. От того, что вы кричите, ничего не изменится. Вам нужно помолчать и выслушать, что вам делать дальше, если вы пришли сюда с просьбой. Помолчите просто, и всё. Людмила. Ответьте мне, пожалуйста, вот по закону. Сейчас. Какие шаги должна Лена, если она действительно хочет вернуть Артёма, и её мамы предпринять? Что они должны сделать сейчас? Лена и её мамы должны, прежде всего, представить в отдел опеки документы о том, что Лена оформила инвалидность, прошла обследование. Также мы, как органы опеки, должны выехать и посмотреть, где будет жить ребёнок. И тогда он возвращается к маме, правильно я понимаю? Лен, почему вы ничего из этого не сделали? Так нам не дают, извините, пожалуйста. Кто вам может помешать взять справку о инвалидности и принести справку о своей пенсии? Всё у нас сделано. Танк стоит. Всё у нас сделано. Танк стоит, и они не могут через него пройти. За четыре года мама и бабушка даже не предприняли никаких мер, чтобы пройти с ребёнком медицинскую комиссию, сделать ему все прививки, оформить ребёнка в детский сад. Всё это сделала бабушка Токарева Нина Петровна. Если будут собраны справки, если будет доказано, что ребёнок будет жить, пусть даже в доме с печным отоплением, но в тёплом доме у него будет своё место, свои игрушки, он пойдёт в детский сад, вернее, будет продолжать ходить в детский сад, да? Вы чью сторону выберете всё-таки? Одной бабушке или мамы и другой бабушки? Нет, мы всё-таки выберем сторону мамы, потому что ребёнку лучше находиться с мамой. Вы слышите, Лен? Спасибо. Я считаю, что ребёнка просто нужно передать в органы опеки, да, и там какой-то детский дом и всё. Давайте маму его отдадим. Чё же, если о ребёнке-то подумали, и вот каково. Психологически вот это всё раз отдали, два отдали. Мне кажется, психологически ребёнку будет хорошо в детском доме, чем с вами, либо с этой бабушкой. Бабушки... Вот своих детей заимейте, а потом отдайте в детский дом. Данной бабушке интересно, что вы получаете же какие-то денежные средства за него, правильно? Конечно, получаю. Вам этот ребёнок не нужен? Я вообще ничего не получаю. Лично мне, вот как-то баба Нина больше приглянулась, вот. Ухоженная бабушка, культурная, ну мне так показалось, вот дом, заботится, любит как сына. Невозможно, невозможно вырасти умным, добрым, если ты никогда не видел мать свою. А мать он начал уже забывать. Баба Нина начала уже там рассказывать ему. Он не хочет с ней разговаривать. Общаются пусть. А это дело рук бабы Нины. Здесь нужно обязательно баланс сделать. Нельзя отдавать ни туда, ни туда, ни туда. Баланс. Воедино. Вы знаете, конечно, очень тяжело вот сейчас вот, исходя из того, что произошло, видеть Лену, слышать её крик её мамы, видеть Нину Петровну, которая сидит тихо, спокойно и понимает, что у неё есть забота, и есть над кем, и есть кому отдать всё, что у неё ещё осталось в этой жизни. Ну а вам на сегодняшний день надо самой встать на ноги для начала. У вашей мамы есть вы, прежде всего, забота. И куда ещё маленький четырёхлетний ребёнок появится? А вам, Нина Петровна, если у вас есть больше возможности за ним ухаживать и держать ребёночка в тепле, то пусть он живёт с вами. Но чтобы они тоже видели и знали его. Спасибо. И он знал, что это мама. Тебе нужно сейчас собрать документы элементарные, которые тебе предложила опека. Скорее всего, тебе не удастся пока сегодня доказать, что жизненные условия у тебя нормальные. Но я думаю, что не нужно из этого делать трагедии. Я думаю, если ты возьмёшь себя в руки и через полгода у тебя что-то получится с жильём нормальное, а пока, я по-моему, ненормальное, ты спокойно возьмёшь у Нины этого ребёнка. И не надо тут скандалить и ругаться, потому что, увы, нормальные люди. Нина Петровна воспользовалась ситуацией, когда Лена оформляла себе инвалидность, когда ей было плохо, когда ей надо было пройти кучу врачей. И она, как говорится, под шумок, быстренько провернула свою афёру с этим внучком. Вот так вот я считаю. Это неправда. Афёра-то в чём? Это любовь к снуку родному. Она не имела право забирать. Мы с вами должны думать о том, где хорошо ребёнку. Поэтому, когда опекунский совет будет принимать решение, вы взвесьте все за и против. И главное, учтите интерес ребёнка. А вы бабушки. Вы бабушки. Для вас внук одинаков. Без мамы не получится полноценного гражданина. Какая бы мама ни была, он её будет всё равно любить. В этом конфликте среди взрослых насчёт того, кто будет родителем, я не увидела ни одного взрослого. Потому что взрослые, которые хотят быть родителями, в первую очередь думают о ребёнке. Подумайте о ребёнке. Подумайте о его настоящем и будущем. И будьте таким родителем, которым можно позвонить и попросить о помощи. Каждому из вас. Спасибо. Я так полагаю, в связи с тем, что, Лен, вам очень тяжело в таком состоянии как бы за ребёнком смотреть, ухаживать. Тем более, скоро нужно будет его готовить к школе. Вы не сможете, физически не сможете. Поэтому я полагаю, что, Нина Петровна, вы взрослая женщина и ради памяти своего сына должны сделать какие-то первые шаги, в том плане, чтобы с Леной каким-то образом помириться, понять её болезнь, понять в том состоянии, в каком она находится. А вы, бабушка вторая, вот криком ничего не поможете. Вы объедините все вместе. И если ребёнку на самом деле на сегодняшний момент хорошо в тех условиях у Нины Петровны, то в интересах ребёнка пусть он будет у Нины Петровны. Но вы привезите свою собственную дочь для общения с внуком, для общения мамы с ребёнком, чтобы он не забывал, что у неё есть мама. Мама болеет, у неё ножки у неё ходят и так далее. Вот я вас призываю именно к этому. Спасибо. К миру в своей собственной семье. Молодой человек порекомендовал ребёнка сдать в детдом. Я хочу, во-первых, узнать, вы из детдома вышли, что вы так говорите? Просто у меня есть друзья, которые вышли из детдома. И вы страшную вещь сказали, вы понимаете? Вы, значит, вы не были ребёнком, прошедшим от детдома. Вы не были родителем. Коллега, я не думала, что можно задавать такой вопрос. У меня тоже, я солидарна. Я хочу сказать, Лена, вам, что у вас должна быть огромная ответственность. У вас такое серьёзное заболевание. Но вам Бог дал вашего ребёнка. И вот во имя вот этого ребёнка, которым вы сейчас бьётесь, вы должны сделать всё для того, чтобы с вами он был опорой в вашей жизни, чтобы он помогал вам. Ну, а бабушке Нине, что я хочу сказать, вы потеряли своего сына. И, конечно, этот мальчик для вас теперь свет в окошке. Но вы вместе можете с семьёй, обе бабушки в семье, точно так же дарить ему любовь. Но материнскую любовь никто не заменит. Я обращаюсь к органам опейки. Вы обязаны, если мать не лишена родительских прав и не поражена в них, вы обязаны предоставить ей возможность общаться с ребёнком и заставить опекуна создать график, при котором это общение будет исполняться. Правильно я понимаю? Мы не запрещаем, да. Вы не запрещаете. Вы должны помочь это обеспечить, учитывая её беспомощное положение. Вы за это возьмётесь? Конечно. Заключается письменное соглашение на определение времени общения с ребёнком. Вы слышите? В какие дни, в какие часы мать может общаться с ребёнком? Как будет проходить это в порядок общения? Не откладывая в долгий ящик, вы прям, выйдя сейчас за кулисы, можете помочь им составить такой договор? Он составляется в органах опеки. Это соглашение. Ну хорошо, вы можете сейчас сделать рыбу, приехать домой и заверить этот договор? Конечно. Лишний раз мы сегодня услышали подтверждение такой давно известной максимы. Кто хочет, тот делает. Кто не хочет, тот ищет поводы. Причины. Ну, поводы, причины, как угодно. Я полагаю, Лена, если бы желание изначально было таким сильным, то и этой передачи бы не было. Ты бы просто вцепилась в него, как орлица, и не отдала. Но обстоятельства оказались сильнее тебя. Где ему лучше, я не возьмусь решать никак. Но то, что ты имеешь право видеть своего сына, это совершенно очевидно и по-человечески, и по закону. И мне кажется, что мы сегодня этой программой тебе такое право обеспечили. Спасибо. На этих кадрах вы видите 18-летнюю Софию Полищук. Ей всего 18, и она мечтает выйти замуж за олигарха. Я красивая и умная. И я достойна выйти замуж за олигарха. Для 38-летней Дарьи Павловой эта мечта сбылась. В ее жизни были и бриллианты, и роскошные виллы, и мужья олигархи. Только вот теперь у нее совсем другая жизнь. Небогатый муж, сын и комната в коммунальной квартире. А рублевская жена Маргарита Цветненко вот уже 5 лет живет, как на пороховой бочке. Бывший муж олигарх пытается лишить их с детьми крыши над головой. Сказала так, что цель одна, я тебя оставлю без всего, и останешься нищий вместе, и плевать мне, что будет с детьми. Бывшая жена немецкого миллионера Наталья Круг вот уже 11 лет не знает, где находится ее дочь. Экс-супруг обманул ее и уехал с ребенком в неизвестном направлении. Мне не хватает. Я как неполноценна. Завтра мы попытаемся понять, действительно ли лучшие друзья девушек – это бриллианты. Что нужно делать, чтобы выйти замуж за олигарха? И какая она на самом деле – жизнь за высоким забором на Рублевке?